Наконец-то более-менее солнечные деньки, дождь прекратился, ненадолго, правда, но прекратился. И я увидел проблему, которую сегодня буду решать. Итак, смотрите, вроде как потолок, вроде как ничего страшного, вроде как даже бетонный, но он весь покрылся какой-то перхотью, и эта перхоть постоянно падает на наши какие-то вещи, предметы. Всё в этой звёздке. В общем, братцы, вопрос я решил крайне простым путём. Я взял эпоксидный двухкомпонентный грудь-праймер на водной основе. Это вот одна банка, а это вот компонент Б, который вторая банка. И им сейчас мы всё загрунтуем. Во-первых, вот этой штукой это однокомпонентное покрытие на основе синтетического каучука. Ей мы уже это дело накроем. Сверху зальём, и получится, что у нас всё покрытие будет такое прорезиненное. В дальнейшем на террасе планируется террасная доска, поэтому это временная мера, но которая закроет на всю жизнь мою потребность в гидроизоляции. Последний раз гидроизолировал я это место, наверное, лет 7 назад. Вода зашла под кромку и начала крошить. Сейчас увидите. Вот этот вопрос надо решать, короче, срочно, пока солнечно. Так что пойдёмте и решим его сразу после включения колонки от Greenworks. Вот так я её берегу. Кстати, чем мне понравилась эта линейка, друзья, то, что аккумуляторы, мало того, что они являются ещё и пауэрбанком, пауэрбанк Type-C, да, так они ещё подходят к любой технике Greenworks. Вот, всё, это колонка на 24 вольта, сейчас будет играть музыка, а я буду работать. Вот эта гидроизоляция отработала своё, отработала, наверное, хорошо за 7 лет, вот. Но пришло время наложить сюда новый слой новой гидроизоляции. И ещё у меня вот здесь по стене течёт, смотрите, а стена пока это USB-шная, её надо защитить. Поэтому, соответственно, вот это всё тоже я буду сейчас отбивать и наливать сюда новый слой бетона. Это прежде чем делать грамотную гидроизоляцию. То есть нужно сразу сформировать всё хорошо, чтобы вода уходила туда, куда мне нужно, и потом уже заниматься гидроизоляцией. Вот видите, там тоже всё отпало. Всё это сейчас я долблю и заменю на новый слой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, готово. Оставляем теперь в таком виде на 12 часов и будем грунтовать на первый раз. Прошло 12 часов, приехал сын, мы сейчас будем вместе с ним работать на благо изготовления нашей террасы. В общем, сейчас надо пропылесосить её, наверное, Никита, ты это сделаешь, я заведу тебе только, да? Мы дерево композитной плитой потом закроем, то есть это террасная доска, и поэтому нам совершенно без разницы, как сейчас выглядит наш пол террасы. Но нам нужно его загидроизолировать, чтобы у нас бетон не промокал. Поэтому мы берём двухкомпонентный грунт-праймер. Это эластомерик 020. Смешать его надо 1 к 4, то есть 1 компонент B и 4 компонента A. Ну, это несложно, собственно говоря. Кстати, его можно разбавлять водой, но если вы будете смешивать его миксером... А, его мы не будем разбавлять, мы его всё равно будем накладывать валиком. Вот, кот у меня как раз сейчас будет этим заниматься. В общем, после смешивания образуется молочный цвет, но потом, когда это всё высохнет, он будет полностью прозрачным. Главное, чтобы нам хватило, поэтому я думаю, всё-таки немножко воды мы добавим. Непосредственно перед применением к компоненту A янтарная жидкость добавить компонент B бесцветную жидкость в соотношении 4 к 1 по весу. Смесь перемешивает 3-4 минуты до полной однородности с помощью низкооборотистого миксера. 200-300 оборотов в минуту. Особое внимание следует обращать на равномерность перемешивания во всём объёме ёмкости, особенно у стенок и дна. Прежде чем наносить уже финальный эластомерик, который уже вот этот силиконовый слой, нужно, чтобы средство, во-первых, подсохло, но оставалось липким. И вдруг, если эта липкость пропала, то необходимо тогда нанести ещё раз слой грунтовки. Поэтому очень важно сделать это мероприятие через то количество времени определённое, которое необходимо по документам. А необходимо оно по погодным условиям. То есть, если на улице жара, то это быстрее, если на улице холоднее, то дольше она загустевает. А если время упущено, то провести грунтование заново. Ещё момент. Когда мешаете, нужно, чтобы миксер работал не так интенсивно, чтобы не превращал это всё дело в состав с воздухом. То есть, воздушные пузыри нам не нужны. Теперь смотри, сын, я вон ту часть сам сделаю, которая крайняя, где опасна, а потом остальное ты будешь наносить. Надо всё-таки перчатки одеть. Нельзя создавать лужи, но нельзя и оставлять свободных пространств. То есть, нужно всё-всё хорошенько пропитать, чтобы потом адгезия была хорошая. В общем, эластомерик 020 – это двухкомпонентная прозрачная эпоксидная грунтовка глубокого проникновения на водной основе с высокой устойчивостью к химическим механическим воздействиям. Она обладает отличной адгезией практически ко всем поверхностям. То есть, сейчас, когда мы её нанесём на наш пол, она закроет уже как минимум часть задач по гидроизоляции. Но главная её задача – это адгезировать потом основной состав уже к этому полу. Выдерживает отрицательное гидростатическое давление и не токсичен, не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду. Поэтому я позволил сыну заниматься гидроизоляцией, потому что в этом нет ничего опасного. На второй раз гидроизоляция уже грамотнее. Мы придумали с Никитой палку. Да, главное, не оставляйте, друзья, вот такие лужицы. Нужно всё-всё хорошо размазывать. И все места, и пористые, и не пористые, должны быть хорошо промазаны. Да, и никакой опасности нет в том, что где-нибудь набрызгаете, потому что вот эта грунтовка, она потом станет прозрачной. Друзья мои, прошло, в общем, 9 часов с момента нашей гидроизоляции. Под нами сейчас действительно липкое покрытие, а это значит то, что гидроизоляция максимально правильно отработала. Наша задача с Никитой сейчас уже нанести финишный базовый слой. Базовым финишным слоем у нас является эластомерик 120. В общем, взяли мы вот такую вот конструкцию. Система защитных покрытий эластомерик. Теперь, почему мы выбрали именно эластомерик? В общем, всё элементарно просто. До этого я работал в военной отрасли, и у нас там в одном из коридоров пролили вот именно этим материалом. Как резиновый мат, то есть силикон, понимаете? Вот это прикольно. Не знаю, что получится сегодня в конце, но это было прямо вот такое силиконовое покрытие, которое ещё и было эластично. И я понял, что вот эти все бетонные варианты, которые всё равно отщёлкиваются, растрескиваются, это не наша история. Нам нужно именно силикон. Именно силикон, который войдёт в любую пору, закроет это, и это будет полотно. Поэтому мы сейчас на два раза, ну на первый раз вы сегодня увидите, на второй мы уже по факту посмотрим, закроем вот этим эластомериком. Специально нашёл в интернете данные. О, прикольно. Смотри, она прям липнет. Он прям липкий слой. Так, короче, это эластомерик 120. Это в жидком виде финишное однокомпонентное покрытие на основе сополимера синтетического каучука нового поколения. То есть оно предназначено для гидроизоляции строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий. Но это говорит уже о многом. То есть для ремонта кровель и так далее. Ну, давайте, не буду вас загонять информацией. Что мне понравилось, он устойчив к ультрафиолету. То есть не нужно будет срочно закрывать это всё дерево композитом. У нас есть на это время. Короче, кому интересно, друзья, найдёте в интернете. Я для себя информацию нашёл, посмотрел, изучил, понял. Сейчас смотри, вот эта краска, она станет силиконом. Сейчас надо просто попасть во все, во все участки, чтобы никуда вода не смогла вообще зайти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья мои, подведем небольшой итог по нашей террасе В общем, мы ее сделали, покрасили, потратили на это полчаса, наверное И она уже начала подсыхать и приобрела такой силиконистый тянущийся слой Который 100% защитит теперь от воды Но я просто в этом уверен Вариантов нет Все поры, все мелкие щербинки, отверстия, все закрыло Я доволен У нас осталась еще половина бочки и эластомерика И если что, мы повторим процедуру И будем точно уверены, что у нас теперь вот этой перхоти и шелухи, которая у нас была на веранде, больше не будет Я уверен, что данный видос будет кому-то полезен Потому что, как минимум, когда я хаубергом обколачивал цоколь, цокольную часть И там защищал специальной гидроизоляцией, но не писал, что это с гидроизоляцией, потому что это, чтобы это не было рекламой Тысяча вопросов прилетело потом в комменты Здесь я сразу вам сообщил вариант, который использовал Потому что с эластомериком я просто уже знаком Мы использовали его на нашей оборонке Причем в больших объемах И он создавал такие классные защитные варианты А самое приятное, что адгезирует к любым вообще поверхностям Так, ладно, я опять увлекся В общем, друзья, в следующем ролике у нас продолжение по гаражу Ну, а я с вами прощаюсь Увидимся с вами буквально через несколько дней Все, пока-пока